Спасибо большое. Переходим к следующему докладу, да? Больше я не вижу вопросов. Спасибо. Следующий доклад, пожалуйста, Санчаров Валерий Анатольевич. Кроверские креатуры. Слышно вас. Хорошо. Значит, я хочу поговорить о попытке конструирования элиты или переконструирования элиты. Дело в том, что Людовику XI пришлось прийти к власти не совсем в обычных условиях для французских монархов. В отличие от своих предшественников, он приходит уже достаточно в зрелом возрасте и с солидным бэкграундом. То есть, та элита, которая сформировалась при его отце, Карле VII, она участвовала в гонениях на Людовика XI после его антикоролевского восстания, после Прагирии, после его бегства из Дофины потом в Бургундию. И фактически Людовик XI не мог рассчитывать на лояльность вот этой вот старой элиты, которая существовала при Карле VII. Очень важно отметить, что и эта элита, она очень долго шла к власти через перипетии Столетней войны, когда многие из этих людей были чисто номинальной значью, а свои владения уже возвращали после возвращения Нормандии и Диене в состав королевства. У самого Людовика XI в бытности его дофином существовал собственный двор, который включал порядка 200 человек, 200 служащих. Он был мини-воплощением королевского двора и не всегда у Людовика хватало средств на его содержание и он вынужден был иногда обращаться за помощью к своим собственным слугам и придворным для финансирования вот этого вот своего двора. Нужно сказать, что в дофине уже существовала система власти, существовал генеральный лейтенант Габриэль де Берне, существовал канцлер Ив Десцепо, существовал казначей Никола Эрлан, люди, которые были поставлены Карлом VII. И им же были назначены ближайшие окружения Людовика II, дофина, его камергеры, докладчики двора дофина, такие как Амари де Стысак, Жан де Манжан, Рене де Буленьи, Жан Занглье и другие. Но очень рано дофин начинает заниматься созданием собственных сетей верности. В его окружении появляются люди, которые всем обязаны только ему и которые будут следовать за ним на протяжении всей дальнейшей деятельности Людовика XI. Некоторые из них на какое-то время окажутся в его восприятии предателями, некоторые будут постоянно рядом. Во всяком случае, вот это количество, определенное количество людей, которое появится в дофине, оно будет костяком основой создания новой знати королевства. Это будут вот те новые люди, о некоторых из которых, на примере некоторых из которых мы попытаемся показать вот этот процесс, который происходит при Людовике XI. Если до этого мы вот слушали доклад о лжеимператорах, то мы будем говорить о псевдоботардах княжеских родов, которые становятся в какой-то момент высшей знатью королевства. Люди, которые окружают Людовика, это обычно поначалу дофина. Это люди достаточно низкого происхождения, которые не могут рассчитывать найти себе достойное место при всей их амбициозности в сложившейся системе власти. Поэтому они делают ставку на будущего короля. В это время у Людовика существует и собственная гвардия. 30 аршеров и 10 арбалетчиков. И нужно сказать, что он формирует в своем окружении людей, которые способны и которые станут его военачальниками. Это капитаны Ордонанса, те люди, которые будут отвоевывать для него, ну, каштаны из огня добывать и участвовать во всех сражениях, защищая его интересы. Нужно сказать, что к тому времени, когда король затребовал его в 56 году к королевскому двору, и он бежит в Женап, бежит в Бургундию, а потом обосновывается в Женапе, сторонников у него осталось порядка 40 человек, среди которых и будут распределяться в будущем важные государственные должности. Но в то же время многие его приближенные перешли на службу королю и начали исполнять свои обязанности по управлению дофине. Нужно сказать, что Людовик XI не забудет этих людей и при приходе к власти. Тут еще нужно отметить очень важный момент. Людовик XI, уже будучи дофином, пытается вмешиваться в управление государством и в назначение на различные должности. И прежде всего, что было более возможным, на церковные должности в королевстве. Кроме того, он пишет с просьбой о прислании денег, сообщить что-то о том, что происходит при дворе Карла VII. И в зависимости от получаемых ответов, он формирует свое отношение к ближайшему окружению Карла VII. И на одном из последних королевских советов, королевского совета Карла VII, будет обсуждаться вопрос самыми важными советниками уходящего, умирающего Карла, будет обсуждаться вопрос о том, что делать. Как им поступить, как им выразить свою верность Людовику, новому королю, в то время, когда они отмечены тем, что противостоянием с ним на протяжении нескольких десятилетий. Придя к власти, Людовик вспоминает о Дафине и меняет там полностью власть, меняет губернатора, меняет генерального казначея Николая Эрлана на своего оставленника Клода Кокта. Отправляясь в Бордо и отправляясь к границам французского королевства для встречи с монархом Арагона, он не забывает 22 апреля 1962 года написать в парламент Гринобля с требованием немедленно осудить всех, кто выступал против него в бытности его дофином и кто не выполнял его требования с 1956 по 1961 год в Дафине. Парламент Гринобля вынужден был подчиниться и 30 июня 1963 года были осуждены Филипп Грале, Антуан Баламье, Луи де Куатье, Диом Батарк Куатье, Габриэль де Русильон, Габриэль де Берне, Жан де Дайон, Жан Бейль и другие наиболее важные представители королевской власти в провинции за оскорбление величества. Их собственность была еще в прошлом 1962 году передана в руки короля и роздана его сторонникам. Вот эту практику Людовик XI, то есть практику передачи конфискованных владений своим сторонникам, он будет применять и в других областях королевства и на протяжении всего своего правления. Здесь же эти люди были изгнаны из Дафине, их доходы были конфискованы и они должны были вернуть суммы, которые получили в последние годы своей чиновнической деятельности. Некоторым из них удается вернуть благосклонность короля, как например епископу Воланца, у которого на протяжении нескольких лет были арестованы светские доходы епископства. Но это было связано с другими членами семей. Таким образом, под Афине вопрос был решен по ближайшему окружению короля. Карла VII вопрос решался тремя путями. Это была тюрьма, либо бегство, либо просто отставка, как наиболее мягкий вариант. Таким образом, вот Шабан, граф Дамартен, Кузиногийом, Жан-Этутвиль и Брезе оказались в тюрьме на какой-то достаточно длительный срок. Нужно сказать, что Людовик XI получил возможность, отправив важнейших чиновников своего отца в тюрьму и заменив их своими креаторами, он получил возможность маневрирования. То есть, возможность кого-то извлекать из тюрьмы, используя их в качестве необходимых инструментов для чего-то. Вот. Кого-то, наоборот, наказывать более жестко. Во всяком случае, он демонстрирует этим людям, что он является единственным источником власти, авторитета, богатства и включенности их в правящую группу. Важнейшим элементом становится также раздача пенсии Людовиком XI, которая составляет порядком 30% бюджета в 1470 году и несколько больше к концу правления короля. К тому же Ейому Кузино, который вышел из тюрьмы и начинает служить Людовику XI, объявили о том, что у него пенсии не будет. И он вынужден напрямую обращаться к королю с просьбой восстановить ему пенсию. А король ссылается на то, что это финансовые чиновники проводили плановое сокращение, а он не знал об этом. Но теперь он восстановит пенсию Ейому, то есть король ставит любые действия в зависимость от своего расположения. К власти приходят дофинуасцы, те люди, которые прошли с Людовиком XI достаточно длинный путь. Это Жан Батарт Арманьяк, Антуан де Костельно, Луи де Крюссоль, Жан де Монтабан, Жан де Монтаспидон, Шарф де Мелюн, Жан Дайон. Огромное количество новых совершенно людей. Но мы попытаемся рассмотреть некий такой объединенный образ вот этих вот новых, новой знаки на примере одного человека. Жанна Батарда Арманьяка, которого Гассен в своей работе, посвященной Королевскому совету, называет почти принцем. Дело в том, что как в каждом княжеском французском доме существует определенное количество батардов, которых иногда натурализуют, иногда нет. Они занимают либо какие-то военные должности, либо церковные. Таким образом, человек, которого называют Батардом Арманьяков, родился он в 1405-1410 годах. И его считали сводным братом Жанна IV Арманьяка и сыном Бернара VII Арманьяка, казненного в Париже в 1418 году при Людовике XI. Он после губернаторства и маршальства в Дофине, он становится маршалом Франции, членом ордена Святого Михаила, получает генерал-лейтенантство в Гиене и графство Камменш. То есть, входит в состав высшей французской знаки. Но вот этот вот капитан Рутьер, который по слухам является одним из батардов дома Арманьяков и которого считают уже с 30-х годов шевалье, несмотря на его незаконное происхождение, он капитан и Рутьер у Арманьяков, которые испытывают серьезные трудности, которые вынуждены сражаться в Аквитании против англичан, сражаться против дома Фуа, с которым у них идет старинная вражда. Участвовать в событиях по освобождению Лангедока в составе армии Карла VII. Нужно сказать, что в 1443 году королевские войска вошли в княжество Арманьяк под командованием дофина Людовика. Граф Жан IV, который выступил против короля и его семья, были арестованы в журден. Батард в это время защищал графство Родес, вторую важную составляющую владений Арманьяков, и капитулировал перед дофином. С этого момента начинается их дружба. Он становится капитаном ордонансной роты дофина во время его экспедиции в Эльзас и за заслуги награжден сегиареями Турнон-Дажене и Гурдон-Анкир-Си. Он входит в совет дофина и становится его камергером. Затем он становится губернатором и маршалом дофином и синишалем Валентинуа. Людовик благодарит его за военную деятельность и известны его подарки, в частности, подарки даже лошадей, дорогостоящих, вот таких для этого капитана. Жан Пятый Арманьяк за содействие при дворе дофина передал ему несколько бараний, Малион-Дарманьяк и Казабон, которые стали первыми дворянскими фефами в его владении, за которые он принес оммаж графу Жану IV Арманьяку. Нужно сказать, что его тезка и брат Жан стал претендентом на архиепископство Оша, против кандидата короля Филиппа де Леви и был поддержан дофином. Вот это вмешательство, которое предполагало захват одного из крупнейших архиеписков с Францией, приводит, закончился неудачей и стал одним из спусковых механизмов новой королевской интервенции во владение арманьяков. И сблизил Жана V Арманьяка с Людовиком II, тогда еще дофином. При приходе Людовика XI в власти Жан Батар Дарманьяк, первый коммергер и маршал Франции. Он получает свое распоряжение графства Каменш, веконства СРР и сеньярию Лангуаран в Борделье. И нужно сказать, что все эти владения были в свое время конфискованы. Графство Каменш у арманьяков и оно было передано в домен по решению Тулузского парламента. И Тулузский парламент постоянно выступал против его передачи Батарду Арманьяку. Но дорогой и верный кузен Людовика XI будет владеть графством до 1472 года, когда за год до его смерти Людовик XI решит передать графство во владение другому своему протеже Эди. И тоже человеку, хотя и старшей ветви, сеньора Влескен. Парижский парламент также выступил против передачи Каменша Батарду Арманьяку, но до определенного момента это никакой роли не играло. Батар Арманьяк становится генерал-лейтенантом Гиени, его брат Жан становится архиепископом Оша и президентом Кури-Эд. Хотя на этом посту он продержался всего 6 месяцев, Кури-Эд была распущена королем. Нужно сказать, что Батард и его роль в доме Арманьяка возрастает настолько, что даже английские послы сообщают о том, что граф Арманьяк без его позволения не делает ничего. Нужно сказать, что в 1463 году статус Батарда Арманьяка будет закреплен. Он будут изданы письма, специальные легитимационные грамоты, после издания которых выяснилось, что он не является сыном Бернара Арманьяка, а происходит от совершенно другого человека, епископа, который встречался с одной из представительниц младшей ветви Арманьяков, Арманьяк-Терм, и является кузеном шестой степени графа четвертого Арманьяка, а не его сводным братом. С одной стороны, это показывает, что вот незнатный род дворянский из графства Арманьяк дал вот этого представителя, а с другой стороны, по двум ветвям вот этот Батард Арманьяк оказывается дворянином, что будет способствовать провозглашению его в числе первых 15 человек, которые были объявлены рыцарями нового королевского ордена святого Михаила. Кроме того, Людовик XI, возможно, формирует фигуру, которая является альтернативной на случай, если придется кому-то передавать владения Арманьяков. Таким образом, Жан Арманьяк стал графом Каменш, маршалом Франции, губернатором Дофине и членом ордена святого Михаила. В 1965 году он женился на Маргарите, дочери маркиза Людовика Салю, губернатора Прованса, и мог превратить свои владения в наследственные в том случае, если бы у него было потомство, ну, мужское потомство. Нужно сказать. Так, тут времени у меня уже остается. Да, времени у вас уже очень мало, так что... Ну, поэтому я сделаю вывод по поводу того, что я рассказал. Накопление владений и титулов Батардом Арманьяком весьма характерно для времени и места, которое он занял в политическом обществе своего времени. Близость суверена дает ему влиятельное положение во власти, законный правовой статус и доступ к верхнему слою аристократики, к слою грандов королевства. Вот это будет характерно для всех вот этих новых людей, которые придут вместе с Людовиком XI. И это же будет характерно для городской верхушки, для верхушки чиновничества, которая есть в королевстве, и для церковной верхушки Франции. Мы имеем ту же самую политику управляемости за счет расстановки на ключевые посты в государстве своих людей, людей достаточно низкого происхождения, которые своим возвышением полностью обязаны королевству. Спасибо большое, Валерий Анатольевич. Пожалуйста, один вопрос, и желательно краткий. Времени у нас есть, но немножко. Да, пожалуйста, Светлана Игоревна. Светлана Игоревна. Да, спасибо вам большое за ваш доклад. У меня один вопрос. Мы хорошо знаем, что время Людовика XI – это период, когда становилась, если не формировалась абсолютная монархия, то его правление связывалось с какой-то предтичей абсолютной монархии. Вот хоми на основе, о которых вы рассказывали, какую-то роль в этом процессе играли, и использовали их Людовик XI как инструмент своей политики, или же речь идет просто о смене одной дворцовой группировки другой. Спасибо. Спасибо. Безусловно, речь идет не о смене дворцовой группировки, а о смене вообще элиты, то есть смена знаки. Людовик XI уничтожает старую французскую знать и старое чиновничество. Он фактически, ну, ему 38 лет, когда он становится королем, и у него сложившийся план того, как он будет править и что он будет делать. Это очень интересный момент, и он требует, ну, большего, конечно, времени для раскрытия. Например, в Нормандии три раза поменялась полностью нормандская знать. Вот англичане полностью сменили нормандскую знать, которая бежит с Карлом VII, и поставили, раздали вот эти вот земли и владения в Нормандии всем. Карл VII пришел, вернул часть нормандской знать и часть фуатыренцев и берийцев назначил там. А Людовик XI пришел и вот часть этих людей уничтожил. Часть стала ему служить, но они уже старые. Тут еще нужно, какой важный момент. Он пытается легитимизировать вот этих вот людей не просто за счет назначений, против которых выступает вся юридическая составляющая королевства, но и за счет системы браков. Людовик XI занимается, вот, ну, в России, мы знаем, это было и вот при Петре, та же система, когда при помощи браков пытаются встроить вот этих вот батардов, низких людей, в какие-то семьи, где они могут наследовать какие-то владения. И иногда они меняют даже собственные родовые фамилии на родовые фамилии, те, которые были. Вот. И это, конечно, предтеча, потому что, ну, и в церкви та же самая. Он заключает конкордат с XIV, поделив полномочия по наделению церковными бенефициям. Вот. То есть, это назначение епископов и выборы в капитулах ставит под свой контроль. Церковь этому сопротивляется. Дело в том, что при Карле VII сложилась уже система власти. И вот сложилась и достаточно хорошая, которая всех устраивала в стране. И вот Людовик полностью эту систему переворачивает. Ему сложно, потому что у него везде сопротивление идет. Он все время на сопротивлении, он все время балансирует. Вот здесь. Почему он предтеча абсолютной монархии? Вот. Проще будет Франциску I. Он уже будет идти по вот этим готовым следам. Он в церкви тоже проведет этот болонский конкордат, который будет более задокументирован, более расписан легистами. Вот. И так далее. Здесь же вот система губернаторств. Людовик XI вводит впервые во Франции не власть княжеских родов, а власть губернаторов. У него 13 губернаторств и генерал-лейтенанств. Раньше генерал-лейтенанты назначались только вот в такие пограничные области, где была угроза каких-то вторжений, где нужно было воевать с англичанами. А здесь уже фактически официально создаются вот таких вот генерал-лейтенанств и губернаторов 13. Кроме того, он заменяет полностью Балии своими людьми. Это 55 различных бальяжей и синишальств во Франции. Ну, тут надо, конечно, больше говорить, но вот так вот как-то... Да, Валерий Анатольевич, спасибо. Можно долго слушать, очень интересно. Коллеги, значит, мы завершили, в общем, наш первый этап работы. Спасибо всем большое. Уходим на перерыв. Не отключайтесь, будем подключаться. Я думаю, ну вот мы задержались на 10 минут, поэтому подключимся в 2 часа 10 минут. Ну, в смысле, вернемся к работе. Первый доклад будет Юлии Петровны Крыловой, как у нас и значится по программе. Вот, всем хорошего аппетита и возвращайтесь. Спасибо.